Хороший был сезон. Так, кратко, директор Харцизского парка имени Чехова Геннадий Стеблевский характеризует пять месяцев работы возглавляемого им учреждения культуры. К майским праздникам, то есть к открытию сезона, удалось в сжатые сроки вдохнуть жизнь в парк и в течение всего лета поддерживать бойкий ритм работы в этом популярном у многих харцизян месте отдыха. Жители города перемены заметили. Изменился, очень чисто стало, хорошо. Но желательно, чтобы еще больше добавилось скамейчик. Для такого возраста, как мы, и для деток тоже. Частота, порядок, очень хорошо, довольны. Часто, конечно, в парке с ребенком, да, изменим положительную сторону. У нас здесь оккультурили, можно так сказать, улучшили все. Массовость больше, деток. Ну, это радует, что мир на земле. Слава Богу, не то, что было в том году. Поэтому с детьми мы в выходные дни всегда приходим, с детьми, с внуками, дети уже взрослые. У парковых клумб в этом сезоне появились новые шефы. Выпускники 26-й школы посадили более 200 кустов роз в одном из цветников. Сотрудники Управления юстиции с энтузиазмом взялись за планирование и посадку декоративных растений на соседней клумбе. Свою лепту в озеленение территории внесли и цветоводы-любители. Работники парка старательно ухаживали за растениями, хотя это было и непросто. Воду для полива приходилось носить из пруда. Геннадий Стеблевский замечает, в этом году парк культуры и отдыха вполне оправдывал свое название. Большинство харцизян, отдыхающих здесь летом 2015-го, отличились высокой культурой поведения. Не было много мусора, то есть люди после себя не оставляли эти вещи. Как-то я ожидал худшего. Худшего, я думал, допустим, какие-то мероприятия, если проводятся, праздники, это должен быть бардак полный, это куча мусора, куча бутылок. Нет, опять же, на удивление, все чисто, все культурно. И наши сотрудники, которые сразу же после праздника выходят на следующий день утром рано, начинают прибирать, были тоже приятно удивлены. Лавочки и урны. В Харцезке, кажется, уже хроническим стал дефицит как одних, так и других. В городском парке после реконструкции центральной аллеи урны с лавочками бесследно исчезли. Проблему удалось решить. Не было практически ни одной ни лавочки, ни одной урны. Надо было что-то выдумать, что-то изобретать, что-то придумать. Почему? Все прекрасно понимают, на это нужны средства, и не маленькие, а их нет. И выход нашли просто случайно. Емкости от строительных смесей решили задекорировать прутьями. Так, без особых затрат, уже к маю парк обзавелся оригинальными урнами. Лавочки изготовили из природного материала. А уже в августе, к открытию отремонтированной танцплощадки, в парке появилось очередное ноу-хау. Урны, изготовленные из гильз, от гаубичных снарядов. Мы думали, куда их применить, где их ставить. А уже коснулось, когда открытие площадки летней, вот здесь они уже и пригодились. Как раз нашли свое место. Как их надо было делать, тоже посидели, подумали. Схема простая, но опять же, она как-то оригинальная. В этом году лишь пять аттракционов из восьми прошли техническое освидетельствование. Вероятно, что в следующем сезоне будет запущено и колесо обозрения. Колесо обозрения, мы надеемся, что в следующем году мы его запустим, отремонтируем, восстановим и запустим. Звездочка и лодочки, к сожалению, они уже не будут эксплуатироваться и использоваться. По причине усталости металла и коррозии металла. Но это, опять же, после заключения экспертов. Они сказали, что эти аттракционы уже восстановить нельзя. То есть, там коррозия настолько сильная, что надо полностью новый аттракцион проще поставить, чем его отремонтировать. Новый аттракцион и живой уголок – это тот минимум, который директор парка хотел бы обязательно реализовать в следующем сезоне. В этом году были подготовлены площадка для птичьего вольера и основа для водоема с рыбами. Так что в 2016-м в парке непременно будет одним уютным уголком больше.